Все, друзья, вот такая красота у меня получилась. Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой кулинарный канал! Сегодня мы с вами приготовим очередное диетическое блюдо, стейки из капусты. Невероятно вкусное, сочное, хрустящее блюдо. Мы с Алексеем уже продегустировали его, ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Переходите на наш Мукбанк канал, дегустируйте вместе с нами. А также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, ссылка внизу в описании. Переходите, знакомьтесь, добро пожаловать, будем рады видеть каждого из вас. Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как приготовить диетические стейки из капусты с куриной грудкой. Мы начинаем! Чтобы приготовить вкуснейшие стейки из капусты и грудки куриные, нам потребуется пекинская капуста, белая часть. Зеленую мы уже использовали с вами на салат, несколько видео тому назад. А вот эту вот белую часть мы сегодня будем использовать для приготовления стейков. В общей сложности половина пекинской капусты, вернее, нижняя часть пекинской капусты у меня получилась 800 грамм. 650 грамм куриной грудки. Два помидора у меня получились весом 360 грамм. 200 грамм 20% сметаны и специи по вашему вкусу и усмотрению. Любые, какие любите специи, можно использовать. Я сегодня буду использовать чайную ложку чеснока, чайную ложку приправы для курицы, соль и перец по вкусу. Я решила сегодня использовать красный перец. Таким образом, блюдо будет выглядеть более красиво. Пол чайной ложки у меня здесь красного острого перца. Можно заменить паприкой, если не любите острое. И чайная ложка соли. Учитывая, что в приправе для курицы тоже имеется соль, поэтому я возьму всего лишь одну чайную ложку. Конечно же, еще нам потребуется сыр. Здесь у меня небольшой кусочек, 150 грамм. Для начала нам необходимо нарезать и отбить филе курицы. Куриную грудку разрезаю пластинками на три части, вот так. Нож стараюсь ставить параллельно столу. И вот так раз. И еще один кусочек. Таким образом, у нас получились три вот такие кусочка курицы. Точно так же поступаю со второй половинкой курицы. Куриные грудки я нарезала все. Дальше укладываю их в рядок. Накрываю пищевой пленкой, вот так. И молоточком отбиваю. Точно так же поступаю с оставшимися тремя филе. Вот такая вот красота получается у нас. Грудку куриную я отбила, пока убираю в сторону. Дальше у нас с вами на очереди пекинская капуста. Пекинскую капусту разрезаю на стейки толщиной примерно 2 сантиметра. Придерживаю вот так руками, чтобы капуста у меня не развалилась в разные стороны. И вот так на бочок. Раз. Дальше я сразу возьму противень, чтобы капуста у меня не расползлась в разные стороны по столу. Беру противень, застилаю либо пергаментом, либо в моем случае силиконовым ковриком. Можно этого не делать, я просто привыкла пользоваться вот так всегда противнем в таком виде. И аккуратно перекладываю наши стейки капустные на противень. Вот так. И продолжаю нарезать примерно толщиной 1,5-2 сантиметра. Сразу укладываю на противень. Вот такие замечательные 6 стейков у меня получились. Из последнего стейка там, где была кочерыжка, кочерыжку я вырезала из лепесточка. Нарезала вот такие вот мелкие кусочки и вот так заполняю пустое пространство. Все, 6 стейков все-таки у меня будет. Дальше делаем следующее. Стейки наши необходимо посолить, поперчить. Дальше произвольное количество сметанки промазываем вот так на наши стейки сверху. Сметанки и стейки промазаны. Дальше укладываем сверху куриную грудку. Там, где надо, складочками вот так пособираем куриную грудку. Она очень у нас податливая, поэтому располагаем грудку так, как удобно нам. Вы только посмотрите, это ли не красота. Вот такая красота у нас уже получается. Пока эту красоту убираю в сторону, нам необходимо с вами нарезать помидор. Помидор мы просто нарезаем дольками, кругляшами. Но я буду натирать на своем любимом станке. Не очень тоненько, размер троечка. Сейчас покажу, какой толщины у меня получится помидор. Вот, посмотрите, примерно до 5 миллиметров толщиной помидоринка у меня получается. Также сейчас нарежу вторую помидорину, затем покажу, что делать дальше. Вот такое количество абсолютно одинаковых помидорных долек у меня получилось. Возвращаемся к нашим стейкам. Дальше стейки нам тоже необходимо приправить. Приправа для курицы у меня здесь. Совсем немного соли, буквально капелюшечку. Опять же повторюсь, учитывая, что в приправе у нас уже соль есть. И чайная ложка здесь у меня чеснока. Дальше укладываем помидоры. Вот такая вот красота у нас с вами получается. Дальше сверху опять промазываем все это дело сметаной. Честно говоря, я забыла, надо было сначала сметаной, потом помидорками. Но вы не повторите моих ошибок, я в этом уверена. Поэтому имейте в виду, что сметаной лучше смазывать сначала куриное филе, а потом класть помидоры. Ничего страшного, у меня вот в таком виде сегодня будет. Чуть-чуть мне не хватило сметаны. Сейчас возьму еще буквально грамм 30. В итоге 230 грамм сметаны у меня ушло. Все, друзья, дальше закрываем все это дело фольгой. У фольги есть две стороны, более блестящая, глянцевая и матовая сторона. Матовой стороной кверху вот так закрываем наше блюдо фольгой. Все, друзья, отправляем в заранее разогретую духовку до 190 градусов примерно минут на 40-50. Смотрите по своей духовке, все должно очень хорошенько у нас внутри запечься. И примерно за 5-7 минут до готовности натрем на терке сыр, сверху посыпем сыром и откроем фольгу. Дозапекать уже будем без фольги. Сыр натираю на крупной терке. Вот такая стружка у меня получается. Сыр я натерла, ждем, когда пройдет время, минут 40. Итак, дорогие друзья, прошло ровно 40 минут. Открываем, убираем фольгу. Я прям чувствую, как уже все готово и мягенько, но у нас осталось буквально пару штрихов. Значит, укладываем сыр на каждый наш стейк, вот так. Все, и отправляем опять в духовку еще минут на 7. Все, друзья, вот такая красота у меня получилась. Здесь можно сервировать и подавать к столу. При желании сверху еще можно посыпать зеленью. Друзья, вы только посмотрите на это шедевральное, абсолютно низкокалорийное диетическое блюдо. Как это выглядит сногсшибательно. Девчонки, давайте худеть вкусно. Подаю я в центре у нас жгучий острый перец чили. Алексей у меня очень любит острое, а красного перца в блюдо я положила очень мало. Поэтому подаю вот так отдельно с перчиком. Можно подать с любым любимым соусом. Нам уже с Алексеем не терпится все это попробовать на нашем Мукбанк канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну, а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания. А также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.